Все 30 военкоматов Московской области были вовлечены в мобилизацию. По словам губернатора, работа в этом направлении завершена досрочно. Сейчас наша главная задача – продолжить обеспечивать заботу, внимание, разъяснение всем тем вопросам, которые задают нам семьи военнослужащих. Андрей Юрьевич подчеркнул, военкоматы для частичной мобилизации закрыты. Но в случае заключения контрактов, добровольцев, эта работа продолжается. С первого дня, с 24 февраля, мы видим достаточно большое количество мужчин, ребят, которые идут в вооруженные силы, заключают контракты и выполняют свой долг, защищают нашу родину. Губернатор Московской области сделал акцент. С 1 ноября открывается призыв на срочную службу. Дата была смещена из-за напряженной работы. Мы знаем, что работает линия 122, она продолжит свою деятельность и ответы на вопросы. Дополнительно мы на портале Добродел включили раздел, и сегодня Ирина Александровна Коклюгина продемонстрирует, как работает эта система коммуникации, для многих очень понятная и удобная. Мы приняли решение, и на сегодняшнее утро уже заметная часть получила выплату 200 тысяч рублей. Плюс мы гарантируем, соответственно, устройство в детский сад, школу, само собой, все, что касается бесплатного питания. Также мы все знаем, что моратории, которые объявлены и на потреб кредиты, и на ипотеку, тоже имеют принципиально важное значение для жизни семьи, для жизни детей. Андрей Юрьевич, большой баннер мы сделали. Доброе дело, поддержка семей мобилизованных. Со вчерашнего дня он работает. Соответственно, здесь все просто. Человек заходит на наш портал, нажимает на этот баннер и переходит на классификатор, соответственно, выбирает психологическую помощь, юридическую, либо любую другую, которая необходима для того, чтобы мы ее оказали. С тем, кто оставил обращение, быстро свяжутся. Об этом заявила Ирина Коклюгина. Она подчеркнула, на отработку обращения отведен регламентированный срок – одни сутки. В целом, за весь период частичной мобилизации было получено 102 тысячи обращений. Весомая часть звонков поступила на канал 122. Елена Цыганова, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».